всем привет сегодня я хочу рассказать про мотивацию команд это вообще мотивация это самая распространенный миф среди игроков в бакмирских ставках вот смысл его следует что вот одной команде надо а другой не надо и поэтому та которая не надо она должна лечь которая надо должна выигрывать вот и вот допустим играет какой-то лидер до который стал чемпионом уже с аутсайдером который вылетает до из лиги да и вот там аутсайдер нужна срочная победа и вот этот который лидер он почему-то должен сливать аутсайдер все говорят да да железно будет слив и тому подобное вот по этому поводу если не расскажу все интересные вещи вот допустим вчера был матчем баскетбольной невролигии милан фенербакши фенербакши идет на первом месте милан на восьмом и милану нужно оставаться в этой восьмерке чтобы выходить плей-офф и все как один говорят что надо ставить на победу милана все комментаторы говорят все эксперты да да милан это блять моим он очень сильно мотивирован он очень сильно мотивирован поэтому фенербакши сольет я наверное единственный кто сказал что блять ребята вы чё ебанутые блять фенербакши выиграет но более того этот миф настолько был распространен что коэффициент на победу милана да он просел очень сильно то есть очень много грузили на милан более того фора блять с минус трёх до минус трех с половиной поднялась то есть много грузили на милан более того моей группе там какая-то татьяна она написала что она ставит на милан я еще раз говорю ставьте только ставьте которые я говорю я нет она поставила это проиграл вот по итогу фенербакши очень легко выиграл там плюс 14 очков там было плюс 20 даже очков неважно вот этот миф что что другим не надо это вообще бред и поймете ребята это профессиональный спорт это про это профессиональный спорт это спорт в котором платят деньги за каждую победу вы вообще понимаете что но не может команд просто сливать для какого-то вот саде понимаете это вот проблема вот сайдера блять что ему там надо что-то выигрывать а причем вообще лидер что начало не мотивирован непонятно что ли лидер хочет выиграть им за это дают премиальный у них будет бонусы за это ним платят за это зарплата они хотят выигрывать у них есть самолюбие их не интересуют проблемы других команд община до пизды что им надо выигрывать не выигрывать то другие команды не интересует их проблемы многие блять и игроки думает что вот блять вот более мотивированная команда должна вы с какого-то хуй и блядь выигрывает та команда которая сильнее запомнить боль того если команда в морской отнимать и мир не мотивирована и даже легче играть в нее руки не дрожат, у них ничего не стоит на кону, до пизды сколько я видел матчей, кота, блять тем, кому нужно, они проигрывали ну, причем такие одиозные матчи допустим матч зенита и анжи, блять, к тому анжи нужно было выиграть, чтобы оставаться в премьер-лиге, счет 0-2 зенит выиграл в Махачкале или премьер чемпионата Европы, блять где сборная СНГ играла, блять, последний матч с аутсайдером в Шотландии сборная СНГ нужно было выигрывать, там, просто с любым счетом да, ну или даже не проиграли просто, в итоге шотландцы выиграли 3-0 а шотландам ничего не надо было когда я слышу вот это, блять что они не мотивированы блять, им не надо, там, вот те, кто надо, блять, надо выиграть, я говорю вы сумасшедшие, ребята вы идиоты, блять понимаете, что это профессиональный спорт вы должны понимать профессиональный спорт и в профессиональном спорте в любом случае, там, перед командой ставятся высокие задачи люди получают премиальные деньги ну, они за деньги играют вы поймите, да вы, допустим, вот с тем же Фенербакши, да то она взяла бы и слила Милан да, скажу, ну нам это не надо и вот это вот, в этот же день, блять через час бы президент клуба вызвал бы тренера и сказал бы, слушай, а что это вообще за хуйня, дружок а что это мы сливаем, блять может тебя уволить, блять а что вообще мы много слили уже матч блять, проиграли то есть, понимаете, что с каждым проигрышем, да нависает угроза над тренером понимаете, и вот такой у евреев есть такая пословица нет вопросов, нет ответов понимаете, когда команда выигрывает вопросов нет когда команда проиграла появляется вопрос и тренеры это прекрасно знают игроки эти знают поэтому, чтобы, блять, не было вопросов этих, блять, почему так хуёво играть а может кого-то тут поменять то нужно выигрывать и все эти вопросы про мотивацию типа, у них мотивация да они мотивированы ёптвою мать чтобы им не задавали вопросов вот, вот такая история поэтому никогда не верьте ни в какие мотивации и тому подобное всем пока